Всем привет! Меня зовут Аня, и в этом видео я хочу рассказать вам о том, как сделать открытки своими руками. Вот уже и пришла долгожданная новогодняя пора. Я очень люблю это время года. Я думаю, вы уже почувствовали новогоднюю атмосферу. Если нет, то я немножко решила украсить свое окружение и добавить новогоднего духа. И в сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о том, как сделать открытку своими руками, как дополнение к подарку или как отдельное поздравление, например, друзьям, которые находятся далеко от вас. Я считаю, это очень классно, когда ты проявляешь внимание к своим друзьям и близким. Этим можно их удивить и порадовать. Показать то, что ты думал о них во время того, как ты делал подарок, а не просто купил и типа отмахнулся. На, получи свои носки. Хотя носки — это прекрасный подарок. В процессе того, как я создавала открытку, я для себя определила пять принципов, которые помогут вам создать такую же открытку. И это будет легко, но в то же время эффектно, и открыточки получатся довольно-таки милые. Я надеюсь, вам понравится. Итак, принципы простые, как и их действия. Первый принцип — это простые формы. В своих открытках я использовала тело человечка как яйцо, голова круглая, и все формы у меня плавные, локти тоже плавные, все они такие больше похожи на шарики. В последнее время вообще тенденция в иллюстрации все упрощает, да и не только в иллюстрации, в принципе, в мире. И, во-первых, это займет меньше времени, но и в то же время будет очень выгодно смотреться. Второй принцип поможет вам сделать именно персонализированные открыточки. Это характерные черты. Все очень просто. Вы должны просто заметить в ваших друзьях и близких какие-нибудь характерные черты. В моем случае это была прическа и цвет волос, и этого обычно хватает для узнаваемости. Но можно еще добавить различные вкусы в одежде или форму лица, но это уже тяжелее изобразить. Поэтому я считаю, волос будет вполне достаточно. Третий прием — это атрибуты Нового года. Возможно, они будут связаны с какими-то предпочтениями вашего персонажа. Для начала хорошо бы устроить мозгоштурум. Берете блокнотик, карандашик и записываете все, что вам придет в голову по поводу зимы, Нового года, какой-нибудь уюта, тепла. Это могут быть всякие шапки, шарфики, кофе, чай, леденцы, елочки, подарочки, возможно, животное Нового года. Вообще, мозгоштурум очень хорошо развивает креативное мышление. Ну, если мышление не идет, то, конечно, можно использовать Google. И вот у вас есть список ваших персонажей, список ваших атрибутов, и вы их компонуете. И если кто-то любит чай, ему хорошо подойдет чашка с чаем. Ну, или там кофе, или кто-то мерзнет, пусть у него будет огромный шарф, и, может быть, кому-то подойдет олень и рога. Четвертый прием — это ограниченная цветовая палитра. Во-первых, это предотвратит пестрость вашей серии и безвкусие. Ну, а во-вторых, это добавит еще большего новогоднего эффекта. Я считаю, что самыми выгодными новогодними цветами есть красный и зеленый. Они хорошо сочетаются, и они добавляют настроение. Ну, и пятый прием — это выдержать стиль. Я для своих иллюстраций выбрала, что все у меня будут в свитерах. И чтобы это все разнообразить, но и в то же время не пестрить очень сильно, у меня было три разных свитера. Это был либо простой, без ничего яркий свитер, либо с такими шерстинками-штришками, либо в узорчик. И еще хорошо соблюдать баланс на ваших иллюстрациях. Если, например, это два человека, то один будет в однотонном свитере, второй будет в свитере в узорчик. И если, например, это в пределах одного персонажа, то пусть свитер у него будет пестрым, а его детали будут однотонными. И наоборот. Ну, и после того, как я определилась, что у кого будет, я приступила к разработке эскиза. Эскизы могут быть неаккуратные, какие-нибудь быстрые, просто чтобы знать, что к кому подходит. Так, в общем, посмотреть на картину, да и в принципе не заморачиваться об этом. Для создания иллюстрации мне понадобились акварельная бумага. Вот у нас такая продается фирма Роса или Роса. Обычная акварельная бумага формата 4, она такая немножко с фактурой, текстурой. В общем, по ней приятно рисовать. А затем очень полезной штукой, и я вообще советую всем, кто решил или собирается, или занимается хендмейдом, приобрести такой коврик для резки. Он у меня двухсторонний. Они продаются в магазинах всякими хендмейд-штучками или в интернетах. Не оставляют себе бороздок, ну и стол не портится. Вообще очень практичная вещь. Рисовала я акварелью. В моем случае это Белые ночи. И она у меня в тюбиках. Да, кому-то может это показаться странным, но мне кажется это удобным. Для красок, конечно же, нужна палитра. И в моем случае это осколок тарелки. Кто-то говорит, что битую посуду в доме держать не стоит. Но мне просто очень нравилась эта тарелка, и когда она разбилась, я пыталась найти ей применение. Так как я не рисую акварелью на больших форматах, мне достаточно маленького осколка тарелки, чтобы разводить красочки. Рисовала я двумя кисточками, такой более толстой. Это белочка. И более тонкой. Это тоже какая-то кисточка. А детали я прорабатывала сначала вот таким лайнером. И всем советую, это в принципе удобно. Но в процессе рисования он у меня засох. И я использовала такой вот маркер, который на конце как кисточка. Боже, я чувствую себя бьюти-блогером. Это было не очень удобно, но у меня не было выбора. А оттеняла деталь я коричневым карандашом и красным карандашом. Кстати, мой совет, не покупайте толстые карандаши, они не влазят в точилку, а точить ножом я просто ненавижу. Ну вот, все материалы у нас есть, эскизы готовы, идея в голове. Можно приступать к рисованию. Для начала нужно вырезать из нашего А4 нужный формат открыточки. В моем случае это было 10,5 см на 14,5 см. Это просто приближенный к квадрату формат. Мне не очень нравятся вытянутые. Но вы можете рисовать хоть 12х2 или в овале, или вообще в треугольнике. Почему бы и нет. Затем все это дело я аккуратненько вырезаю ножом на моем прекраснейшем коврике. Ну вот и готова наша форма для открыточки. Потом карандашом я рисую персонажика. Лучше не сильно давить, потому что карандаш может быть потом видно под полупрозрачным слоем акварели. В этом случае я рисовала под руку, у которой длинные прямые черные волосы. И я решила дать ей стаканчик с молоком и печенюшку. После того, как я уже сформировала рисунок, я еще раз прохожусь ластиком. Все из тех же соображений, чтобы карандаш не было видно под цветом. Ну и потом заливаю цветом. Для начала я выдавливаю из своих тюбиков акварель. Да, мне кажется это более удобным, хотя я не уверена, так ли это экономно, как акварель в кюветах. У меня всегда под рукой есть листик для пробы цвета. Хорошо бы, если бы он был из той же бумаги, на которой вы рисуете. Тогда у вас не будет никаких неожиданностей. Сначала я заливаю светлые участки, это у меня лицо и ручки. Я смешиваю охру и красный с большим количеством воды, чтобы цвет был более прозрачным. Затем я немножко еще подтираю рисунок и закрываю насыщенным красным, то есть с меньшим количеством воды. Работаю я быстро-быстро, чтобы не оставались разводы. Но я аккуратненько избегаю других деталей. Потом тоненькой кисточкой прорабатываю в труднодоступных местах. Волосы моего персонажа закрашиваю темным. В черный я добавляю немножко охры и красного, чтобы избежать такого траурного черного цвета. Все-таки у нас же праздник. Так как у нас зима, у всех моих персонажей красный нос и щечки. Я использую красный цвет с большим количеством воды, чтобы он был более прозрачным и чтобы не испортить все с самого начала. Тонкой кисточкой я прорисовываю эти детали. Важный аспект, я потом сухой кисточкой убираю края моего пятна, чтобы не оставалась такая вот характерная для акварели полоска цвета. Я не знаю, как это объяснить, но в общем, если этого не сделать, то будет резкий переход. А если вытереть, то будет такой градиент. Ах, какие слова знаю дизайнерские. Потом ждем некоторое время, чтобы это все дело высохло и прорабатываю детали. Потом я использую лайнер. Прорисовываю детали, обвожу все контуры. Потом у меня перестал писать этот лайнер. И я взяла маркер кисть и пообводила все дальше. Внешний контур у всех моих персонажей я делала толще. Это в какой-то мере обобщает всю композицию. Потом я беру коричневый карандаш и оттеняю под волосами, под бровями. Навожу красные щечки и носик. Добавляю крошечки шоколада на печенье. Падающая тень под руками. Собственная тень на теле. Более темным карандашом рисую пряди на волосах. Еще добавляю немножко красного на кончиков пальцев. Ну потому что она ест печенье на морозе. Наверное она замерзла. А потом все тем же маркером я добавляю штрихи ворсинки на свитерке. Чем-то такой свитерок похож на клубничку. В общем-то и все. Это не занимает очень много времени. Я считаю это очень эффектно выглядит. А еще на примере другой иллюстрации я хочу вам показать, как прорисовывать узорчик на свитерках. Итак, для того, чтобы нарисовать узорчик, лучше всего сделать легкий полупрозрачный цветовой подклад, чтобы создался контраст с узором. Более насыщенной такой же краской, зеленый я добавляю немножко желтого, чтобы он имел теплый оттенок, я прорисовываю узор. И чем он проще, тем он лучше. Это могут быть различные зигзаги, полосочки, точечки. Все из фольклорного искусства. Ну вот и все. Открыточка готова. После того, как я дорисовала открытку, у меня появилась идея вырезать моих персонажей по контуру как стикер и приклеить на какую-то цветную бумагу, на другую форму для открытки. Я считаю хорошо использовать красную или зеленую бумагу. Например, красную для девочек, зеленую для мальчиков. А чё? Для того, чтобы открытка хорошо сгибалась, нужно сделать беговку. Это значит, нужно с внутренней стороны открытки, под линейку, тупым краем ножниц делать несколько раз, ну провести как будто вы режете. И тогда она как бы вдавливается бумагой, и вы легко ее сгибаете, и бумага не трескается на сгибе. Дальше я вырезанных персонажей промазала хорошо клеем, кисточкой. Обязательно лучше подстелить что-нибудь под вашу работу, потому что все будет в клею. В общем, намазала клеем и приклеила на открыточку. Главное хорошо прижать. И все готово. Чтобы открытка не затерлась по дороге к своему адресату, лучше бы ее вложить в какой-то конвертик. И я решила показать вам, как сделать конвертик своими руками. Я подготовила для вас выкройку конвертика, который помещается на формат А4. Вы можете его скачать где-то в описании к видео, а я покажу, как его собрать. Все очень просто. Из этого листика я вырезала сам шаблончик конверта, положила его на крафт. Я считаю, крафт вообще универсален для подарков. Вообще для всего. Конвертик сгибаю и склеиваю. Потом аккуратненько вкладываю открыточку. И осталось только подписать как-нибудь мило, красиво. Мне очень нравится использовать белый маркер на крафте. По-моему, получилось неплохо. Ну вот и все. Персональная открытка готова. И я считаю, это будет отличным дополнением к вашему подарку. Кстати, о подарках. Как классно и красиво и просто завернуть в подарки, я расскажу в следующем видео. Поэтому оставайтесь со мной и увидимся в новом видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!